Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня четверг, 14 мая, и вы слушаете и смотрите 15 выпуск программы «Утренний соловей». Я думаю, что все вы или смотрели краешком глаза, или по крайней мере слышали выступление нашего дорогого общенационального лидера Владимира Путина 11 мая. По крайней мере, интерес вы к этому выступлению не могли не проявить, поскольку он сказал две довольно важные вещи. Первая вещь – это окончание так называемого периода нерабочих дней. И вторая вещь – это сообщение о том, что значительная часть российских семей, у которых есть дети в возрасте от 3 до 15 лет, получат единоразовую денежную помощь в размере 10 тысяч рублей. Почему вот эти вещи были произнесены именно сейчас, 11 мая, и что на самом деле происходит? Дело в том, что накануне выступления 11 мая нашему дорогому общенациональному лидеру положили на стол социологические сводки. А те сводки, которые получает Кремль, они носят вполне реалистический характер. Это не то, чем они комят нас с вами через каналы центрального телевидения. Так вот, в этих сводках содержалась информация, очень тревожная для Кремля информация о том, что уровень недоверия к политике президента достиг 75%. Это исторический рекорд. Более того, среди молодых людей уровень недоверия достиг уже 90%. И, естественно, это было воспринято Кремлем как очень тревожный и даже пугающий сигнал. Из этой информации… Да, кстати, надо добавить третью, что уровень готовности общества к протестам находится на самом высоком уровне за последние 20 лет. Так вот, из этой информации, пугающей, были сделаны по крайней мере два вывода. Первое – это объявить прекращение режима нерабочих дней, поскольку люди связывают этот режим с невозможностью работать. Ну, логика есть. И второе – это дать холопам немножко денег, оказать им милость от барского стола. Когда вы слушали и вдумываетесь, или точнее пытаетесь вдуматься, вот в это заявление о прекращении режима нерабочих дней, не могут не обратить на себя внимание два противоречия. Значит, первое противоречие – это было сказано 11 мая, аккурат в тот день, когда число инфицированных в Российской Федерации, согласно официальной статистике, она абсолютно не соответствует действительности, достигло максимума. То есть прекратить режим самоизоляции, казалось бы, на максимуме. То есть когда эпидемия вообще на спад не идет. И второе противоречие состоит в том, что президент объявил о прекращении режима нерабочих дней, но режим изоляции, у нас ее почему-то называют самоизоляцией, это совсем не так, это именно изоляция, объявленная властями, решение вопроса о режиме изоляции, о его жесткости или наоборот мягкости, было отдано на откуп губернаторам. Тем самым, значит, на откуп губернаторам, или точнее на их хрупкие плечи, возложена ответственность за эпидемическую ситуацию и за экономическую ситуацию во вверенных им субъектах Российской Федерации. А что касается нас с вами, то возникает такое противоречие, описанное старым, так сказать, классическим садским анекдотом. Скажите, у меня есть право? Да, да, конечно, у вас есть право. У вас есть право работать. А выйти я на работу могу? Нет. А вот не можете. То есть право свое реализовать вы не можете. Или жалуют царь, да не жалуют псарь. Ну, понятное дело, что президент разыграл такой ход. Вот. Значит, в стремлении перенести ответственность себя, перебросить ее на плечи бояр. Что касается реальной ситуации, эпидемия на спад не идет, хотя сейчас вы будете слышать по всем каналам и во всех регионах, что мы вышли на плато, что число больных перестало, инфицированных перестало увеличиться, число госпитализации уменьшается, все идет на поправку. Это абсолютная чепуха. Не верьте ни единому слову этой информации. Все обстоит ровно наоборот. Более того, смягчение вот этого самого режима приведет к тому, что все те муки и страдания двух месяцев изоляции пойдут на смарку. Ровно то же самое произошло на Украине. Сразу же после смягчения режима ограничения. Это произойдет и в Российской Федерации. К чему я это говорю? К тому, что в общественных местах, на работе, особенно по дороге на работу, в транспорте, пожалуйста, проявляйте максимальную осторожность. Государство будет уверять нас, что все в порядке, но знаете, что не в порядке, далеко не в порядке. И здесь действует принцип, который мы с вами прекрасно знаем. Спасение утопающих. Дело рук самих утопающих. То есть нас с вами. По крайней мере, мыть руки с мылом. Причем долго и тщательно мы в состоянии. А вот по поводу денег для детей. Я преподавал пиар. Я вам скажу, как специалист по пиару, обращение к детям всегда считается в этой дисциплине беспроигрышным ходом. Если вам надо изменить общественное настроение, или, как это называют на профессиональном жаргоне, изменить повестку. Я думаю, многие из вас, ну, те, кто, по крайней мере, был вовлечен в политику или интересовался ее, вспомнят, что в 2012 году вдруг Государственная Дума Российской Федерации в спешном порядке приняла закон Димы Яковлева. Закон, запрещающий иностранцам усыновление российских детей. Закон был назван в честь мальчика, который действительно был убит вследствие насилия в американской семье. Ну, мальчик погиб в 2008 году, а Дума почему-то озаботилась законом в 2012. Как вы думаете, почему? А ларчик просто открывается, если вы вспомните, что с конца 2011 года и на протяжении всего 2012 года в России накатывалась одна за другой волны протестов. Протесты против фальсификации итогов выборов в парламент, в Государственную Думу в декабре 2011 года. И надо было изменить повестку, надо было сбить. И лучший способ сбить повестку, предложить нового, это обратиться к детям. Потому что дети это всегда тема, которая вызывает общественный интерес, общественное сочувствие. Даже у ханжи время от времени при упоминании страданий детей может появиться слезинка на щеке. Вот это самое власть и сделала. Она считает, что это очень удачный пиаровский ход, что надо дать на имя детей выделить деньги и тем самым заткнуть рот холопам, которые все сильнее начинают бурчать и критиковать власть. Причем обратите внимание, здесь еще есть один аспект, это называется сегментирование протеста, то есть разрезание общественных настроений на кусочки, на фрагменты. Детям с 3 до 15 лет. А скажите, пожалуйста, вот детям с 15 до 18 лет им есть не надо? Надо есть. Но почему-то им не дают. Вот так рассекается единый протестный массив. Я вам скажу даже больше. Недель-то через 2-3, где-то приблизительно на рубеже мая-июня, мы можем с вами ожидать еще очередные обещания президента и очередные денежные поощрения холопам. Кофтанчик с барского плеча еще раз будет сброшен. Это не точно, но это высоко вероятно. И знаете почему? Во-первых, для того, чтобы укрепить этот позитивный тренд, который, как считает Кремль, был задан обещаниями президента 11 мая. И во-вторых, и второе, это очень важно, президент крайне хочет провести плебисцит по поправкам в Конституцию. Мы уже об этом и забыли, а президент, в отличие от нас, не забыл. Он очень хочет провести. Он считает, что вот такие денежные подачки, они подготовят благоприятную почву для этого плебисцита. И второй шаг для подготовки плебисцита, это принятие Государственной Думы закона о дистанционном голосовании на выборах и референдумах. Знаете, что такое дистанционное голосование? Это когда вы через портал Госуслуги голосуете или можете послать бюллетень почты. Вы понимаете, в России, где выборы фальсифицируются безбожно, это способ стопроцентной фальсификации. Если Единая Россия проиграет полностью бесповоротные выборы на земле, то эти же самые выборы путем электронного голосования и почтового голосования, она, конечно же, выиграет. Я все ожидаю, что в этот закон будет впоследствии внесена поправка следующего содержания. Во время выборов, просто сидя перед телевизором, кивните головой, если вы поддерживаете партию, нашу дорогую партию, правящую в стране Единую Россию. Как, опять же, в старом советском анекдоте. А теперь я перейду к ответам на ваши вопросы. И ответы эти тесно и непосредственно связаны с тем, что я только что вам рассказывал. Как и прежде, основная часть вопросов, не все, но все-таки основная часть, она касается денег, сбережения тех небольших финансовых активов, которые у наших граждан еще сохраняются. Власть, и на которой власть покушается постоянно. Так вот, меня просили уточнить некоторые положения. Вот почему, там, я считаю, что возникнут проблемы, переводить ли рублевые вклады, или рубли в валюту, или не переводить, как быть с рублевыми депозитами. Я начну с того, что еще раз вам напомню мысль Якова Миркина, крупного российского экономиста, и очень просто мудрого человека, который сказал, что каждое поколение наших людей хотя бы раз за свою жизнь испытывает или конфискационную денежную реформу, или дефолт. Так вот, путинское поколение, это 20 лет, ничего подобного еще не пережило. Значит, ему надо готовиться. А теперь конкретнее. Вот представьте себе, что происходит сейчас с российским бюджетом. Мы с вами долго и много слышали о том, что у нас есть фонд национального благосостояния, который на черный день. На черный день наступил, но кубышку эту не раскрывают. Вот те деньги, которые пойдут детям, поддержку малого и среднего бизнеса, немножко, но пойдет. Они не из фонда национального благосостояния, они будут напечатаны. То есть, включат печатный станок. И те новые обещания, которые, как я сказал, президент предположительно даст недельки через 2-3, тоже будут оплачиваться напечатанными деньгами. То есть, денежная масса в стране увеличится. Повлияет ли это на инфляцию? Ну, не очень. Честно говоря, не должно очень бы на инфляцию повлиять. А почему кубышку не раскрывают? Вы поймите, она не для нас с вами. Она на черный день национального достояния Газпрома, Роснефть и тому подобных. Это же на их черный день, а не на наш. Но, вы знаете, что наш бюджет формируется во многом за счет отсечения излишка от нефтяных цен. Так вот, нефтяные цены низкие, и скорее всего будут на протяжении этого года довольно низкими. То есть, отсекать бюджет будет нечего. То есть, это называется на профессиональном жаргоне выпадающие доходы бюджета. Как эти доходы компенсировать? Ну, мы с вами знаем, что есть один путь, это сократить расходы. Правильно? Расходы какие? Расходы бюджета. Это называется секвестр бюджета. И второй путь, это привычный для стран с так называемыми сырьевыми валютами, неустойчивых экономических стран, это осуществить девальвацию национальной валюты. То есть, обесценить ее. Мы с вами обесценивание национальной валюты несколько раз переживали, и очень сильное, но самое сильное было на исходе 2014 года. Менее сильное, но тоже заметное, было в марте этого года. Значит, есть идея, ее обсуждают начиная с марта, опустить рубль до значений, мы считаем по отношению к доллару, 100-105, возможно, 110 рублей за доллар. Понятно, да? Соответственно, если у вас деньги сейчас на рублевых депозитах, меня спрашивают, вот как закрывать, не закрывать, исходите и следующее. Если, если те проценты, которые вы по депозитам получаете, жалко терять проценты, компенсируют, возможное обесценивание рубля, то держите на депозитах. Ну, если вы еще, правда, верите в прочность банковской системы Российской Федерации. Ну, наверное, вы тогда родились не в России, честно скажу. Или вы очень-очень молоды, и у вас нет никакого еще негативного опыта. Так вот, скорее всего, будут сделаны в России две вещи. И секвестр бюджета, то есть он будет сокращен, соответственно, за счет чего и кого всегда сокращает в России бюджет. Вы знаете прекрасно, за счет социальной сферы, за счет здравоохранения и образования, за счет социальных пособий и пенсии. Не то, что их платить не будут, их просто перестанут, как это у нас называют, компенсировать. Это, конечно, издевательская компенсация, но хоть какая-то. То есть их перестанут повышать. Ну и, соответственно, если еще опустить рубль, то бюджет начнет трещать от денег, потому что каждый доллар начнет стоить гораздо больше, и все с бюджетом будет прекрасно. Будет ли прекрасно с нами, с нашими деньгами, это вопрос другой. Ну, я скажу честно, он наше государство и наша власть никогда не интересовал, не интересует и интересовать не будет. Когда все это может произойти? Вот вопрос остается открытым. Если будут проводить плебисцит по Конституции, то после плебисцита, да? Потому что нельзя до плебисцита это делать. Когда будет проведен плебисцит, я вам расскажу, предположительно, точно мы пока не знаем, я вам расскажу чуть-чуть позже, но не сегодня, а в следующий раз. Значит, что еще важно иметь в виду, что вот эти два шага, то есть секвестр бюджета и девальвация национальной валюты с очень высокой вероятностью будут произведены все-таки в этом году, не в следующем, а в этом году. Вопрос в том, когда? Летом или осенью? Что у вас там в памяти о лете всплывает? Помните, всегда в августе нас ожидают какие-то неприятности. Но я вам скажу, что июль месяц для неприятностей ничуть не хуже, чем август. И можно сломать традицию последних лет о том, что у нас в августе возникают какие-то проблемы. Я вам не предлагаю никаких решений, честно вам скажу. Я вам рассказываю, какие факторы могут повлиять на ваши и мои личные финансы. А уже исходя из этих факторов, вы, пожалуйста, принимайте решение, как вам поступать с вашими деньгами, как вам поступать с вашими депозитами, особенно рублевыми, и как вам поступать с вашими валютными депозитами, если вы все еще, если вы все еще храните эти депозиты в российских банках. А теперь я прочитаю несколько строк из любимого мной Синеки, которые как раз применимы для этого случая, и в частности для того, к тому применимы, что я вам сейчас сказал. «Ты упорно советуешься со мной о каждом деле, забывая, что между нами широкое море. Но так как во всяком совете главное, чтобы он был своевременным, непременно случится вот что. Пока мое решение до тебя дойдет, впору будут принять противоположное. Советы зависят от дел, а дела наши движутся и даже мчатся. Поэтому на каждый день нужен свой совет. Да и то он запаздывает. Совет должен быть, как говорится, всегда под рукой. Наши замыслы блуждают, потому что цели у них нет. Кто не знает, в какую гавань плыть, для того нет попутного ветра. Невозможно, чтобы случай не имел такой власти над нашей жизнью, коль скоро мы живем случаем. А бывает и так. Некоторые сами не знают, что знают что-нибудь. Я привел эту цитату вот почему. Она, с моей точки зрения, очень хорошо подчеркивает и ограниченность любых интеллектуальных усилий, и моих в том числе, вообще человеческих усилий. И главное то, что любые интеллектуальные усилия, любые прогнозы могут быть перечеркнуты случаем. Случай правит миром. Пожалуйста, помните об этом тоже, когда принимаете решение. Я был рад встрече с вами. Спасибо, что вы были со мной, слушали и смотрели меня. А я остаюсь с вами. Пожалуйста, берегите себя, своих родных и близких. И под роликом, пожалуйста, оставляйте вопросы, на которые вы хотели бы получить ответ. Еще раз спасибо и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok